Вести Карачаева, Черкесия Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках Года развития промышленности в Карачаевске, стала одной из основных тем совещаний в министерстве, которое прошло. С участием главы Республики Рашида Тимрезова и заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова. Стороны обсудили перспективы создания на территории Карачаевской кейси промышленного парка. Руководитель региона выделил основные направления индустриального парка. Это производство текстильных изделий, в том числе шестяных тканей и утеплителей нового поколения из полиэфирного волокна, а также стройматериалов. Еще одна важная тема – встречи и расширение участия Карачаевской кейси в госпрограмме развития Северокавказского федерального округа. Рассмотрели и вопрос включения ряда важных проектов в госпрограмму, в первую очередь по водоснабжению и теплоснабжению населенных пунктов региона. Кроме того, обсудили вопрос реализации инвестиционных проектов на территории республики. Отмечено, что в Карачаевской кейсе растут объемы внебюджетных инвестиций, что становится возможным благодаря планомерной работе по повышению инвестиционной привлекательности региона, в том числе за счет ряда действенных мер поддержки для инвесторов. Стороны также подвели итоги пикового новогоднего сезона на горнолыжных курортах Карачаевской кейси. За праздники с 31 декабря по 8 января Дамба и Архиз посетило свыше 170 тысяч туристов, а общий турпоток в республику за минувший год уже приблизился к 2 миллионам. В Доме правительства республики составилось заседание Совета по технической защите информации при главе Карачаевской кейси под председательством исполняющего обязанности первого заместителя руководителя администрации главы и правительства региона Марата Хубиева. В работе Совета приняли участие заместитель руководителя управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по Южному и Северокавказскому федеральным округам Юрий Минников, начальник территориального отдела по Карачаевской кейси управления Роскомнадзора по СКФО Игорь Хамюк, представитель федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и местного самоуправления республики. Участники мероприятия обсудили вопросы в сфере защиты информационных ресурсов органов государственной власти и объектов критической информационной инфраструктуры, проблемы организации технической защиты персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных органов исполнительной власти и муниципальных образований органов местного самоуправления республики. В Малом зале Дома правительства Карачаевской кейси обсудили вопрос создания программы транспортной доступности между населенными пунктами. Соответствующее поручение, как мы уже сообщали, правительству региона дал глава Карачаевской кейси Рашид Тимрезов в рамках прямой линии с жителями республики. Для удобства граждан региона информация по регулярным маршрутам уже размещена на официальных сайтах и на страницах в социальных сетях администрации районов. Принято решение расширить список сайтов на информационных поисковых площадках, на которых актуализируют расписание по регулярным маршрутам автобусов. Информацию комментирует заместитель министра промышленности Карачаевской кейси Аслан Гедуков. У нас срок до конца марта месяца. Поэтому и по регулярным муниципальным маршрутам, и по остановочным пунктам нам нужно в течение первого квартала отработать и доложить главе о проведенной работе. Данных сроков вполне достаточно и для проведения конкурсных процедур при необходимости. Либо, может, какие-то корректировки в существующей графике мы можем внести. По итогам прошлого года все организации здравоохранения Карачаевской кейси обеспечены медицинскими информационными системами. По данным оригинального Минздрава, в прошлом году 10% медицинских организаций переведено на электронный документ оборот. В МИС соведенены системы принятия врачебных решений, электронные медицинские карты пациентов, данные медицинских исследований в цифровой форме, мониторинга состояния пациентов с медицинских приборов, а также средства общения между сотрудниками, финансовая и административная информация. Всего в состав центральных районных больниц и поликлиник республики входит 19 участковых больниц, 27 врачебных амбулаторий, около 80 фельдшерско-акушерских пунктов и 6 фельдшерских пунктов. В прошлом году республика приобрела 8 единиц оборудования для борьбы с онкологическими заболеваниями. На эти цели направлено более 120 миллионов рублей. Кроме того, получено более 50 единиц медицинского оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. А в Ауле Абазахабль, Адыгихабльского муниципального образования, введен в акфлуатацию фельдшерско-акушерский пункт. В текущем году в Карачао-Чекесе будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в Карачао-Чекесе по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Об этом сообщил начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в республике. И снова мы приняли участие с 2018 года. С 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94 на 6. То есть республика дополнительно дает 6%, а федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» улучшает доступность и оказание медицинской помощи. То есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры участковые, но и также врачи и офтальмологи, и, может быть, где-то анестезиологи, фтизиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. В России выявлен первый случай заболевания Кракеном под вариантом омикрон-штамма коронавируса. Насколько этот вариант опасен для человека, в чем его отличие от других, а также как его распознать, рассказал руководитель Роспотребнадзора по карачачьей Кеси Сергей Бескокотов. «Он выделен сейчас у нас в России пока еще в единственном экземпляре в Пензенской области. До нашей республики он пока не добрался. И в случае попадания к нам, я не думаю, что какие-то изменения либо в тактике лечения, либо в диагностике будут сделаны. Скорее всего, этот подвид вируса распознают только лишь при лабораторном обследовании. Единственное, что в этом вирусе немножко вызывает опасения – его заразность. Говорят, что он как бы побольше заразен, чем остальные подвиды вирусов. То есть большее количество человек может заразиться в случае его проникновения к нам от одного больного. Но если сразу сказать о мерах профилактики этого вируса, они остаются те же самые, как при любой вирусной инфекции. Это и коронавирусная инфекция, это грипп, ОРЗ. Это, во-первых, специфическая профилактика, это проведение вакцинации. У нас есть в республике вакцина, которая также эффективна и против этого вируса, так называемого подвида вируса микрон-кракена. А также другие неспецифические методы профилактики. Это соблюдение масочного режима, это проведение витаминизации или просто принятие витаминов. Это нужно одеваться по погоде перед выходом на улицу. А в случае заболевания, естественно, сразу же нужно обратиться к врачу и принять меры для изоляции больного. Около 3 миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию на территории Карача-Чиеси до 2030 года. В частности, в рамках реализации национальных проектов и государственных программ запланировано с 2022 по 2030 годы ввести в эксплуатацию 2 миллиона 680 тысяч квадратных метров жилой площади и достигнуть по показателю средняя обеспеченность населения республики общей площадью жилых помещений значение 30 квадратных метров на человека. В период с 2011 по 2021 годы общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя региона, увеличилась почти с 19,5 до 22 квадратных метров. За этот период введено в эксплуатацию более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. В ближайшие пару лет в Черкесске должны быть благоустроены около полусотни дворовых территорий. Это примерно треть от общего списка поданных заявок на капремонт и создание комфортных условий для отдыха. В настоящее время представители мэрии занимаются процессом согласования дизайн-проектов, сообщил исполняющий обязанности начальника отдела жилищного контроля управления ЖКХ мэрии Черкеска Магомед Джанибеков. С 20 июня по 20 июля мэрии города Черкеска был объявлен сбор заявок для отбора дворовых территорий, которые подлежали в благоустройстве 2023-2024 года. Всего было подано 162 заявки, из них комиссия была отобрана 50 заявок. Благоустройство вообще проходит по минимальному перечню. В минимальный перечень входит ремонт проезжих частей, обустройство пешеходной зоны, установка скамеек, урн, освещение детской площадки. Более 2000 услуг оказано оригинальным центром «Мой бизнес» в прошлом году. Он предоставляет всестороннюю помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и физическим лицам, ведущим или желающим начать предпринимательскую деятельность. Так, за 2022 год центром «Мой бизнес» оказана финансовая поддержка путем предоставления льготных займов и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, консультационные услуги, а также содействия в продвижении продукции субъектов бизнеса, в размещении на электронных торговых площадках и т.д. В Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья откроется стационарное отделение, где за год реабилитационными услугами планируется охватить около 400 детей с сопровождающими с учетом продолжительности реабилитационного периода 14 дней. Всего реабилитации в год будет охвачено около 700 детей, в том числе проходящих реабилитацию в дневном стационаре. Кроме того, при центре начал работать домашний микрореабилитационный центр, в рамках которого организовано сопровождение и реабилитация на дому детей-инвалидов. Данный проект получил грантовую поддержку на федеральном уровне, за счет чего приобретено оборудование на 4,5 млн. рублей. Это программно-аппаратные комплексы, ходунки, тренажеры, ортопедические велосипеды, средства альтернативной и дополнительной коммуникации, электронные устройства, развивающие оборудование, приспособления для лечебной физкультуры и многое другое. Данной услугой уже воспользовались 288 человек. В Черкесске прошел митинг, посвященный 80-летию со дня освобождения города. Торжественные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате, начались в Парке Победы с возложения венков и цветов к мемориалам Великой Отечественной войны. На аллее героев составился митинг общественности. Почтить память освободителей Черкеска пришли члены правительства Карачао-Черкесии, депутаты Народного собрания, парламента, руководство республиканской столицы, представители общественных и политических организаций и учащиеся городских школ. Памятный митинг прошел и в северной части города, участники которого возложили цветы к обелиску в память граждан Черкеска, убитых фашистами в период оккупации города. Часы обратного отчета времени до Дня Победы запустили в Черкесске. Торжественная церемония запуска составилась на улице Первомайской. Акция направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Участники патриотической акции вспоминали войные годы земляков, не вернувшихся с войны, и всех доблестных защитников многонациональной страны, которые освободили от фашистских оккупантов не только своего государства, но и многие города Европы. К 80-летию освобождения республиканской столицы провели также марш-бросок дорогами освободителей Черкеска, в ходе которого учащиеся городских школ отправились по примерному маршруту движения группы Майлова. В результате ДТП на выезде из Черкеска погибла водитель автомашины «Лада Приора». На федеральной автодороге Черкесск-Домбай, это в районе профилактория «Солнечный», водитель «Лады Приора», 31-летняя жительница Усджигуты, не справилась с управлением и допустила наезд на придорожный столб линии электропередач. Водитель автомашины скончалась на месте происшествия, а пассажирка 1974 года рождения с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в реанимационное отделение. По предварительной информации, причиной автоаварии стала потеря управления транспортным средством на высокой скорости. В Москве прошло заседание правления Союза женщин России. На этом форуме под названием «Действуем вместе, подводим итоги, определяем перспективы» приняли участие председатели региональных отделений Союза женщин со всей России, в том числе и руководители Карача-Чекецкого Союза женщин Марина Баралакова. Принимали участие все председатели региональных отделений Союза женщин России. Название заседания, которое проходило, звучало следующим образом. действуем вместе, подводим итоги, определяем перспективы. На самом деле я первый раз принимала участие в заседании управления Союза женщин России и осталась под впечатлением. Принимали участие женщины 76 субъектов Российской Федерации, и каждая из них произвела на меня неизгладимое впечатление. Но в целом я поняла, что вот эта организация Союза женщин России своими действиями, тем, что вот собирает нас вместе в одном здании таких разных женщин с разных субъектов Российской Федерации, объединяет нас, ставит перед нами цели одинаковые для всех, на самом деле имеет большое значение. Но все мы хотели на самом деле одного – это благополучие в своих регионах, это процветание своих регионов. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева прошла встреча с членами региональной общественной организации офицеры России имени Героя России генерал-майора Канамата Баташева. Прозвучали гимны Российской Федерации и Карачаева-Черкесии. Участники почтили память Канамата Баташева «Минуты молчания». Эмоциональные и конструктивные были выступления гостей, которые говорили о необходимости активизации деятельности офицеров России по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Участники отметили актуальность и необходимость этого сейчас, когда реалии современности, события, происходящие в стране и мире, доказывают, как важна роль патриотического воспитания в духовном развитии личности. В ходе мероприятия также был продемонстрирован документальный фильм о Канамате Баташеве, рассказывающий о жизни героя, профессиональной деятельности, воспоминания о нем коллег, однокурсников, родных и близких. В Карачае-Чекесии впервые прошел конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют-2023», проводимый в целях создания условий для развития творческого потенциала и самореализации, формирования гражданской позиции и активного профессионального отношения к совершенствованию системы образования среди молодых педагогических работников республики. В мероприятии принимали участие работники образовательных организаций всех видов и типов, стажа работы которых в разных номинациях не превышал 3 и 7 лет. Всего в оригинальном этапе конкурса принимали участие 27 победителей муниципального уровня. В результате победителем стала Альбина Гуминская, которая представит Карача-Чекесию на заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» в Москве. В ауле Сары-Тюзу из Джигутинского района прошло первенство Карача-Чекесии по армспорту среди юношей. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из разных районов республики. Об этом сообщил тренер сборной Карача-Чекесии по армрестлингу Бородин Ниркенов. Очень хороший результат у нас, у наших спортсменов. Этот турнир, это первенство отбор на Россию будет проходить в Марте, в городе Адле. Кто занял первые места отборочные, те спортсмены будут представлять нашу республику на России. Я думаю, у нас будут очень хорошие результаты. Ну и в заключение последняя информация. В предстающую субботу во Дворце спорта «Олимп» Карачаевска состоится соревнование на Кубок Карачаева-Чекесии по национальной борьбе «Тутуш» среди юношей, посвященное 60-летию образования органов предварительного следствия МВД России. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Чекесии переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. В горах местами плюс 1-6 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавиноопасность. Утром местами на дорогах Республики Гололедица. В Черкесске также без осадков. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 10. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия.